Друзья, несмотря на то, что передали не очень хороший прогноз погоды, в горах не будет солнца, но и не будет ветра, я все-таки решил из Вены выехать немножко в горы на курорт Семеринг, это ближайшая, скажем так, заснеженная часть альпийских гор, от Вены 80 километров, где-то около часа езды, и там, как говорится, лежит снег, по крайней мере, сказали, что снега достаточно. Единственное, что могут быть проблемы с парковкой, потому что очень много желающих, на всех не хватает, видимо, люди устали тоже, как я, от этих мер против пандемии, ограничений и так далее, хотят, наконец-то, без вот этих вот масок, ребята, это уже маски другого формата, вот такие заставляют сейчас носить в Австрии уже непростые, хирургические, зелененькие, вот такого формата. И, как говорится, поехать в горы для того, чтобы хоть немножко подышать свежим воздухом, походить по снегу, а не так вот, чтобы вот в такой вот маске постоянно находиться в Вене. И я сегодня тоже еду в горы вместе с вами, погуляем по снегу, посмотрим, сколько приезжает народу туда из Вены. И просто насладимся тем местом, тем снегом, где можно полной грудью вдохнуть свежий морозный воздух. Поехали! Из Вены едет довольно много машин, я смотрю, с венскими номерами, но это неудивительно. В принципе, этот городок, этот, скажем так, снежный курорт, Семеринг, это называют просто венской лыжной базой, куда все венцы стремятся на выходные просто покататься на лыжах, погулять по снегу. Тут, в принципе, всю зиму лежит снег, и приезжают люди просто из Вены, из окрестностей сюда, как бы на зимний отдых, на отдых выходного дня. Вот уже видно впереди нас снежные вершины, лежит снег, я посмотрел в интернете камеры, которые там и установлены, круглосуточные вещают о погоде, и лежит снег. Так, народу немного, но сейчас мы что-то на месте посмотрим. Вот по такому серпантину мы поднимаемся с вами наверх, все выше и выше, в этот маленький городок Семеринг. Ну и там посмотрим, сколько там народу, сколько приезжих, есть ли парковочные места, и лежит ли снег. Семеринг, достаточный для того, чтобы по нему погулять. Но я думаю, что снега будет достаточно, друзья. Я запарковался здесь, как вы видите, парковки очень мало, все ограничено. Стоят на улице регулировщики, которые регулируют движение приезжающих вдоль дороги. Можно парковаться тоже, но только с разрешением. Вот вы видите, на заднем плане стоят эти регулировщики, и они регулируют движение и разрешение парковки. Те люди, которые купили билеты на подъемник, кататься на лыжах приезжают, они, конечно, имеют право парковаться более ближе к лифтам. Ну а те, кто, как и я, пришли просто погулять на свежий воздух в лес, конечно, они паркуются на таких маленьких парковочках, как я здесь, и уже могут дальше гулять по лесу. Ну что, пройдемся сейчас с вами, мы просто по лесу, и посмотрим, что и как здесь вот такая красота, друзья, меня окружает. Я очень рад, что все-таки я вырвался из такой туманной зимней вены, где даже и намека нет на снег. И сейчас я хочу просто вот по такому чистому, мягкому снегу погулять здесь, насладиться природой. Ветра совсем нет, погода довольно мягкая, где-то около нуля, плюс один даже, может быть, градус. Так что все располагает для того, чтобы немножко почувствовать вот эту атмосферу свободы, скажем так, в этом лесу, в этой отдушине, скажем так, для всех венцев, которые приезжают сюда просто вот в такую зимнюю сказку, друзья. От вены где-то около 80 километров, так что где-то езда на машине занимает где-то около 45 минут, 50, ну, около часа, скажем так. Но, как говорится, в очень хорошую погоду, когда в прошлые времена не было карантина, здесь, конечно, приезжает довольно много людей, и парковку бывает найти трудно. Как сегодня, видите, я приехал тоже довольно рано, сейчас 11 часов дня, и видите, как практически мест уже нет. Вот те люди, двое, в этих светожилетах, они ждут людей, которые купили карты, ну, эти, скажем так, билеты на спуски с 12 часов дня. Здесь продают билеты на целый день, на полдня, до обеда, и с 12 до 4, по-моему, после обеда. И вот та парковка внизу зарезервирована, конечно, вот для этих людей, которые по интернету купили заранее себе билеты, и они имеют право там парковаться, на той парковке. Остальные там уже парковки более-менее для них заняты, для этих гостей. А те люди, как и я, которые просто приезжают погулять сюда, те паркуются вот на таких вот парковочках, сделанных специально вдоль дороги, для того, чтобы приезжать вот так вот, просто погулять по лесу. Субтитры сделал DimaTorzok Красота, ребята, как будто в другой мир попадаешь. Буквально за час меняется ландшафт так, что просто как будто ты в другой стране. Из Вены выезжал там вчера, шел дождь весь день, сегодня с утречка хмурь, ветерок дует, и здесь вы посмотрите, какая красота. Вот это озеро с водой, ребята, здесь искусственно его сделали для того, чтобы отсюда брать воду для снеговых пушек, которыми наметают там снег на трассах. Таких вот искусственных прудов здесь несколько, одно здесь, одно внизу, и сделано специально для того, чтобы был запас воды, и пушки распыляют воду ночью, и она превращается в снег, мельчайшие капельки воды, и там на склоне таким образом создают снеговую подошку для лыжников. Дорожка идет вокруг этого озера, ну, а мы с вами пойдем, наверное, в лес, вот туда в лес. Также здесь много людей гуляют летом, здесь оборудованы даже вот такие вот лавочки, места отдыха, и люди, да, приезжают даже просто погулять по лесу зимой и летом. Ручей течет с горы, видимо, этот ручей тоже питает это озеро, которое мы сейчас с вами прошли. Вот такой вот незамерзающий ручеек. Надо было взять с собой палочки для норвежской ходьбы, с ними было бы полегче. Но у меня такие хорошие ботинки, в принципе, с протектором, с мощным, так что я здесь особо не скольжу, ботинки не скользят. Давайте сходим и посмотрим, что здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Эту дорожку я уже знаю с прошлых времен, и сейчас мы подойдем с вами, ребята, к домикам летним, я думаю, что тут только летом живут, типа дач, дачных таких домиков, которые люди имели возможность здесь построить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА машина значит наверно даже и зимой сюда приезжает это домики выходного дня друзья не для постоянного проживания а как бы по-австрийски называется 2 второе место значит регистрации где ты имеешь возможность свайты вон сит то есть место проживания второе место проживания скажем так сверху тоже вот такой домик да здесь приезжают люди я думаю только на лето ну может быть редкие редкие случаи зимой вообще конечно здесь провести отпуск неплохо было бы посмотрите а Субтитры делал DimaTorzok Какое-то время вот такие домики просто на период отпуска своего все возможно Красивые здесь все-таки ландшафты, ребята Температура в этом районе, в этом месте Австрии постоянно очень комфортная Здесь где-то около нуля, минус двух-трех градусов Снег лежит в принципе всю зиму, не тает И больших низких температур и снегопадов здесь тоже нет Но что удивительно, эту дорожку чистят время от времени Видите, отвалы лежат Значит, это место считается как бы и зимним местом проживания людей Поэтому эта община городка Семеринг следит за этими дорогами И время от времени их чистит Все, ребята, в тупик мы пришли И это конец дорожки Больше впереди дороги нет Снег довольно глубокий Видите, я провалив из гнета сантиметров на 30 Ну да, вот так, ребята Поселок этот закончился Дальше уже идет лес Что удивительно, сегодня не ветерка Вообще просто полный штиль, как говорится И что удивительно, народу мало на спусках В Вене В Вене, в земле Вена И в Нижней Австрии начались школьные каникулы С завтрашнего дня Дети отдыхают одну неделю От занятий на дому школьной программы И обычно в эти дни Очень много желающих приезжает с детьми сюда покататься на ложах Но сегодня, вы видите Такого ажиотажа нет Совсем немного народу на спусках Странно Следы моего протектора Офигеть Очень приятно Пахнет дымком Топят дровами И такой просто ностальгический Ностальгический деревенский запах Распространяется кругом Как видите, ветра вообще нет И просто идешь Как будто попал в какую-то Русскую зимнюю деревню, друзья Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Чисто летнего плана такие дачки Ну а некоторые более-менее Даже для зимнего проживания Может быть, если там топить А дров здесь, я думаю, немерено У всех Можно здесь Спокойно топить Вроде ездят на машинах Как вы видите Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья могут здесь присесть и отдохнуть Ну а враги, проходите, пожалуйста, мимо Что за шум? А вот там он, колодец, друзья, впереди И там идет Труба И отводится в этот колодец вода Я думаю, с ручья, с какого-то Нифига себе крыша Офигеть 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Друзья, если вам понравились эти трюки, ставьте лайки под эти видео. Ну что, друзья, поехали. Он сказал, поехали и взмахнул рукой. Друзья, всем кому понравилось, ставьте лайк, не забывайте. Пару слов в комментариях на это видео. Ну, я, наверное, уже достаточно набрал снега в ботинки, в штаны. Ну и потихонечку буду продвигаться к машине. И на этом, наверное, моя прогулка от депрессии закончилась. Я получил хороший заряд энергии, хороший заряд эмоций. Спасибо вам всем, кто меня смотрел сегодня на моём канале, кто совершил со мной также эту удивительную зимнюю прогулку. Подписывайтесь, ставьте лайки. Увидимся. Пока.